Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня в 17.00 по московскому времени пройдет вебинар «Правильный понедельник», где мы еще раз крупными мазками, основными тенденциями поговорим о том, что происходит с фондовым рынком, с рынком рисковых инструментов. Обратим внимание, безусловно, и на нефть. Поэтому если вас интересуют прогнозы больше на долгосрок, пожалуйста, найдите время и присоединитесь сегодня к прямому эфиру. Не забывайте подписываться на наш канал «Амаркет», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Ну что ж, друзья, после выходных всех вас снова приветствую на очень непростых в последнее время торговых буднях. Сейчас эта неделя, опять же, мы ее предвкушаем, конечно же, смотрим, оцениваем содержание экономического календаря. Можно сказать, что неделя будет очень жаркой. Во-первых, у нас есть глобальный новостной фонд. Мы работаем с ростом количества заболевших коронавирусов в мире. И, к сожалению, статистика неутешительная. Это самая настоящая, полноценная вторая волна ковида. Мы видим резкий рост, всплеск количества ежедневных заболеваний в европейских странах, в Франции, в Англии, в США, в азиатских регионах. И все это, конечно же, создает очень серьезный риск усиления мировой экономической неопределенности, потому что мы все прекрасно знаем, что если ситуацию с ковидом не удастся взять под контроль, омраченные перспективы восстановления мировой экономики, это будет раскачивать то, что будет раскачивать волатильность на площадках и несколько вмешиваться неправильным образом в те торговые идеи, которые ранее мы начали транслировать в качестве непосредственной торговой активности в наших терминалах. Помимо того, что мы следим за ковидом, друзья, на этой неделе голосование в Конгрессе по поводу новых мер фискального стимулирования. Я очень рассчитываю на то, что быстро сейчас определяться с кандидатурой на пост Верховного Судьи и переключать свое внимание на новый пакет фискальной поддержки экономики. После последних отчетов, которые мы получили по Штатам, начиная от заявок на пособия по безработице и кончая вот пятничных заказов на товары длительного пользования, очевидно, сейчас американская экономика нуждается в дополнительных деньгах, которые должны помочь наиболее пострадавшим секторам. 30 сентября в эту среду пройдут первые мощные, как их уже обозначили на Блумберге, дебаты между Байденом и Трампом. И, друзья, конечно же, до выборов в Штатах 3 ноября остается все меньше и меньше времени. Политическая тема в США, именно вопрос о том, кто же будет следующим президентом американской экономики, президентом США, это станет центральной темой. Мы будем внимательно следить за тем, как меняется интерес электората к Байдену и к Трампу, но заранее я все-таки склонен полагать то, что Трамп сможет в очередной раз одержать победу. Я уверен, что до ноябрьских выборов подготовлю специально по этой теме не один ролик, который мы разместили на нашем канале на YouTube. Вот еще один повод подписаться для того, чтобы у вас была информация о том, что значит победа Трампа либо Байдена для фондового рынка, для доллара, для облигаций, золота и так далее. Очень хочется, чтобы у вас были все вводные, чтобы вы были вооружены информацией, знали, как действовать при реализации разных политических сценариев. Помимо дебатов, друзья, эта неделя, которая плавно является переходом на следующий месяц, на октябрь, традиционно еще связана с публикацией официальных данных по состоянию американского рынка труда, Non-Farm Perils. Мы все прекрасно знаем, как этот счет влияет на волатильность на финансовых рынках, и сейчас Non-Farm важнее, чем всегда, потому что текущее состояние американского рынка труда, это как раз будет окончательным, возможно, сигналом для властей американской экономики, для правительства США касательно новых мер экономической поддержки, потому что я абсолютно уверен, что Non-Farm Perils, который грядет, который будет увлекован в эту пятницу, скорее всего, разочарует трейдеров. С основными вводными фундаментальными, понятно, 100%, друзья, нам нужно быть крайне бдительными и внимательными к нашей торговой активности, следите за загрузкой ваших депозитов, соблюдайте риск менеджмент. Если у кого-то есть пробелы с этим, вы можете напрямую обратиться к вашим персональным менеджерам компании Markets, задать вопрос, что такое риск менеджмент, как с ним работать, как его применить в непосредственно торговой практике, активности, вы получите самый компетентный профессиональный ответ. Рынок нефти 4206, баланс сил, точнее, кто же все-таки сохранит за собой инициативу продавцы или покупателей на этой неделе, будет зависеть от того, что произойдет с долларом, потому что по новостному фону шансы практически равны. С одной стороны, в плане позитива, это снижение запасов, активность ОПЕК и их готовность дополнительно сокращать производство. Что касается негативных моментов, это, опять же, опасения за перспективу мирового экономического роста, Ливия. Отчет Беккер-Хьюса по количеству нефтяных терминалов в США, их число увеличилось на 4 со 179 до 183, и, соответственно, можно рассчитывать на рост добычи производства нефти в США и дополнительный приток предложений. Это тот фактор, который может еще больше усилить расхождение между спросом и предложением. Но окончательный, собственно, решающий аргумент будет за долларом, поскольку я уже сделал акцент на то, что мы ждем слабую статистику по преимущественно, ждем слабую статистику по non-farm payrolls. Я склонен полагать то, что по мере приближения выборов в США все-таки волатильность существенно возрастет, и это может дополнительно ударить по позициям доллара. Также я рассчитываю на решительность Конгресса по новому пакету фискальных стимулов, что тоже негативный момент для американского доллара. Соответственно, при снижении курса американской валюты черное золото может выиграть. И моя краткосрочная ставка. Я, друзья, не торгую сейчас нефтью, я просто пытаюсь дать вам дополнительную информацию, которая может помочь в принятии инвестных решений. Если бы все-таки сейчас я принял решение спекулировать бренды MWTI, я бы поставил вот касательно бренда на рост до 45 долларов за баррель. Рубль 78,21. Рост политической, точнее лучше скажем, экономической, геополитической неопределенности из-за санкционной агрессии Запада в адрес российской экономики. Это новые санкции, которые касаются и предприятий, секторов и отдельных лиц. Это тот фонд, который ухудшает, инвест-климат в российской экономике. И при ухудшении инвест-климата вы все прекрасно знаете, как ведут себя инвесторы. Они выходят из расположения российских активов. Поэтому, если мы сейчас оценим динамику спроса на ОФЗ, мы поймем то, что эти инструменты сейчас пользуются все меньшим и меньшим спросом. Инвесторы продолжают выводить деньги из этих долгих бумаг. Соответственно, риск еще большего оттока капитала создает основу для того, что рубль остался под давлением. Цель, друзья, по доллару-рублю 80. Я думаю, что реальность, скорее всего, для российской валюты против доллара, это уже выше 80. Но ближайший целевой ориентир вполне допускает, что мы можем оказаться ближе к 80 уже в рамках этой недели. То есть, по причинам, следственным связям, я думаю, вы согласитесь со мной, то, что рубль преимущество будет испытывать фундаментальный прессинг. По евро против рубля. Цель 92.93. Тоже есть риск того, что и вероятность мы доберемся до этих значений вот в ближайшие 5 торговых дней. Индекс доллара 94.52. Я думаю, что выше вот значения 94.50-95 пунктов мы точно не пройдем. Поэтому я рассчитываю на помощь Конгресса. Уверен, что они обратят внимание на последний слабый релиз по заказам товара длительного пользования 0.4 по факту с прошлого показателя роста на 11.7. Посмотрите, насколько серьезно просел, в принципе, этот сектор по динамике роста. И если все-таки будут у нас причины полагать, что Конгресс еще до выборов даст вот национальной экономике 2 триллиона долларов, может быть, чуть больше, тогда американская валюта точно начнет развивать мощный нисходящий импульс и динамику. Золото 1863. При ожидании слабости доллара ставлю на повторный тест золота отметки 1900 долларов за тройскую унцу. Евро против доллара держу. Друзья, по-прежнему длинные позиции и рассчитываю на возвращение выше отметки 1.18. Фунт против доллара исключения. Здесь риски, опять же, с тем же самым Brexit, с тем, что Англия – это эпицентр распространения коронавирусной инфекции, вероятность ввода отрицательных процентных ставок и, может быть, даже полноценный шатдаун, который реально рискует последовать, если ситуация с коронавирусом не улучшится. Здесь цель 1.25. Доллар-канадец, друзья, рекомендую выйти из этой позиции, из покупок, поскольку, думаю, что при, опять же, создании, при новостном фоне, вследствие которого американская валюта начнет снижаться, доллар-канадец может показать очень мощную, однонаправленную тенденцию, динамику и оказаться в районе отметки 1.32-1.31. Чтобы этого не допускать, лучше уже выходить из рынка сейчас, когда уровни еще очень высоки. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Удачной вам торговой недели и до скорых встреч. Всем пока!